А что касается нашего института, сегодня, может, не такого уютного зала, ну, пускай это остается на совести тех людей, которые должны были это организовывать. Именно это, это, украинители стадиона и все остальные. Так, а в чем причина, почему не разрешили проводить в зале, где, мы знаем, приобрели специальный ринг, да? Да, ну, это, причина, это, на наш взгляд, надуманная, якобы, здание находится в аварийном состоянии. Мы попросили другой зал, более конкретный, как зал Атекландо, ну, нам и там отказали. То есть, это, это дело в том, что у нас, это, это все вышло на последний момент, когда мы не смогли даже забрать свои вещи, многие спортсмены, которые были не внуковиктованы. Почему было, например, травма, чуть ли не позже травма, например, чемпион первой МЗ «Халафат», потому что все вещи находятся, это, на, это, в зале кейлбоксинга, а нас, на, на, и перед тренировкой зал закрыли, опечатали, и мы остались без вещей, и там остались основные призы, которые были поставлены спонсором, там остались основные медали. То есть, вчера мы приобрели юноши, мы и так смотрели даже на грани, потому что все призы и медали находятся. Поэтому, даже если бы оно было в каком-то аварийном состоянии, на что это, ну, это, ну, это, ну, это, ну, немножко, такой, сугубо личный, да, знаешь, то надо было предупредить нас, но этого не произошло. Как всегда, очень жаль, почему, надеюсь, защитить их детей, детей приходится защищать старым бойцам, Сергей Иванович Свиняков, которого он ждал, и им я. Поэтому, ну, всего доброго, вот, поскольку. Как представитель партии «Единая Россия» и общественная организация «Память» мы берем вот эту ситуацию под свой контроль и попытаемся выяснить причину, почему произошел срыв данного мероприятия, и по-прежнему, и дальше будем продолжать поддерживать все спортивные мероприятия в городе Кирчи, которые связаны с единоборствами. Потому что это патриотизм, это спорт, это здоровье. В дальнейшем эти люди будут защитниками нашей новой страны. Спасибо. Спасибо.